Новые российские сериалы на военную тематику, вашему вниманию. События древнерусского детектива Витязи от Пятого канала разворачиваются на территории Руси в 13 веке. Лучший отряд новгородских Витязей становится жертвой неизвестного предателя и попадает в засаду. Из-за провала миссии князь отстраняет от службы воеводу Беагора и его верных боевых товарищей Варуна и Агафона. Витязи готовы освоить мирное ремесло и жить спокойно, но им приходится снова вставать на защиту простых людей и родной земли. Воеводе Беагору не дает покоя вопрос, кто их предал и по чьей вине отряд находится в изгнании. 9 мая на НТВ в свет вышел военно-исторический сериал из двух серий под названием «Топор 1945». Немного о сюжете. Зима 1945 года. Советская армия проводит успешное наступление в Восточной Пруссии. В разведроту приходит пополнение. Молодые ребята без боевого опыта. Все прекрасно понимают, что до конца войны остается совсем немного. И командование решает собрать их в одно отделение и оставить в тылу, в небольшом поместье, где живет немецкая семья. Командиром назначают вопреки его воле старшину Ивана Родина. Однажды один из бойцов в угольном сарае находит два ящика, набитых ценностями, в том числе и картинами. Потоцкий искусствовед по образованию бегло осматривает находки и заявляет, что это настоящее сокровище – греческое и римское золото, картины 16 века и украшения времен Возрождения. Скорее всего, награбленные фашистами из частных и музейных коллекций. Хозяин поместья, бывший полковник Вермахта Готфрид Мильке, говорит, что, скорее всего, эти ящики здесь без его ведома оставило недавно квартировавшее диверсионное подразделение СС. И вскоре выясняется, что СССы про оставленные сокровища не забыли. Приказа умирать не было. Новый военный сериал, вышедший на платформе «Премьер», а затем и на канале НТВ в этом году. Скромный аспирант Дмитрий Неретин едет на фронт в качестве военного переводчика. Впереди неделя и месяцы изнурительных боев, а после наступает затишье. Батальонные разведчики уходят за линию фронта и возвращаются с немецким капитаном. Ночью он умирает. Неретин, уками офицер, умер не от раны, полученной во время пленения. Его убили, чтобы он не выдал секретов немецкой обороны. Теперь молодому военному переводчику предстоит выяснить, кто предатель, и вступить с ним в смертельную схватку. В апреле на Аиве, а чуть позже на канале НТВ, в свет вышла военная драма «Позывной журавли». Их «Позывной журавли». Но в полку их ласково называют «журавушки». Многие считают взвод заговоренным. Ведь его бойцы умудряются выполнять самые сложные задания – брать языков и проводить диверсии в тылу врага. Возвращаться даже из самой гибельной ситуации. Однако в действительности не все так просто. Вылазки часто оканчиваются неудачами. Раненых и убитых друзей приходится выносить на себе. А каждое новое задание превращается в игру со смертью. Их враг всегда коварен. Однако находчивость, смекалка и помощь друзей помогают им не терять веру в свое дело и в победу. А вот канал «Россия-1» в этом году порадовал продолжением военной драмы перевод с немецкого под названием «Операция престол». Осень 1941 года. Вермахт рвется к Москве. Немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает тайную операцию. Преподавателю-филологу Ирине Воскресенской и майору госбезопасности Павлу Нечаеву поручено изобразить семейную пару и войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам. Их цель создать подпольную организацию «Престол», которая станет приманкой для немецких спецслужб. Однако один из идеологов возрождения монархии, резидент Абвера Профирий Вересень, избегает ареста и скрывается под чужим именем. Операция на грани срыва. Ведь он лично знаком с Ириной и в любой момент может разоблачить ее легенду. Отставник. Защита Дедова. В мае также на НТВ в свет вышел сериал «Отставник. Защита Дедова». По сюжету данного проекта, полковник Дедов идет на поправку после тяжелого ранения. В его семье происходит счастливое событие, у него появляется правнук. Между тем в России объявляется Бурунов, капитан-дезертир, который когда-то в личной ссоре убил старшего офицера и скрылся. Выясняется, что он связан с диверсантами, готовящими теракты в России. Диверсанты были пойманы группой захвата, но Бурунову удалось скрыться. Чтобы его остановить, привлекают родственника Дедова, Виталия Никитина, которого собираются внедрить в банду Бурунова. Дедов не знает о задании капитана Никитина и в это время не верит в его виновность. Чтобы добиться правды, он отправляется к генералу Расторгуеву. Полковник уверен, что Виталий попал в беду и ему нужна помощь. Предчувствие не обманывает Дедова. Операция Никитина под угрозой, а сам он в опасности. Полковник спешит ему на помощь. Между тем над семьей Дедова нависает новая беда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok